Добрый день, Славутич. Вы прекрасно знаете, сегодня необычный день, сегодня день местных выборов. И по очередям в избирательном участке можно понять, что славучане на эти выборы идут. Надо запастись где-то минут 20-25 времени. Ну, сами понимаете, коронавирус, никто не хочет, чтобы заразились, поэтому в обязательном порядке. Маска, своя ручка, ну и, конечно, документы. Мы около первой школы. Здесь не очень много людей стоит в очереди. В принципе, можете даже сейчас подходить, это будет не длинная процедура. Для общеукраинского уровня уже проголосовали и президент, и премьер-министр, и представитель Верховной Рады тоже. Вообще в Украине около 28 миллионов избирателей. В Славутиче почти 18 тысяч. Какова проходимость, или точнее, сколько человек уже побывало на избирательном участке, мы сейчас узнаем. Итак, мы на избирательном участке первой в школе. На данный момент проголосовало 295 избирателей наших. Это значит 13%. Я знаю, что вы и раньше на этом участке работали. Вот с вашей точки зрения чуть меньше проголосовало, чем раньше, или примерно на одном уровне? Чуть-чуть, все-таки чуть меньше. Это, наверное, зависит из-за пандемии. Запускаем здесь по 10 человек, и очень тяжелые в этот раз бюллетени, потом их же, мало того, что их 4, и все тяжелые. Но ничего страшного, мы работаем до 8 часов вечера. Приходите, проголосуйте обязательно. Мы вас ждем. Еще один участок, на этот раз дворец детей и молодежи. На каждом участке у нас примерно 2000 избирателей. Сейчас мы узнаем, как тут проходит голосование, где-то в районе двух часов дня. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Результаты голосований по городу на 16 на 0. Уже проголосовало 4 323 словучайно, что составило 24,3%. Лидирует по количеству проголосовавших участок в школе номер 3 – 608 человек. На втором месте школа номер 4 – 575 человек. Мы с вами побывали на трех участках. На остальных примерно такая же посещаемость. К сожалению, приходится стоять немножко в очереди. Это несколько непривычно для словучан. Но вы поймите правильно – пандемия. И запускать в зал можно только не более трех человек к каждому столу. Постарайтесь все-таки найти время и прийти проголосовать, чтобы у вас голос был обязательно учтен. Потому что не придете вы, не придет ваш сосед и, возможно, ситуация немножко изменится. И победят не те, за которых хотел бы проголосовать весь город. Итак, до 8 часов еще есть время. Найдите время для того, чтобы проголосовать за будущее, за свое будущее. В этом городе нам с вами жить. Информацию о том, как проходит голосование, вы узнаете на нашем фейсбуке в районе 9 часов вечера. Я надеюсь, мы сможем вам сказать количество пришедших на голосование. А по некоторым данным, ну, не раньше 4 часов ночи будут первые результаты. То есть, скорее всего, вообще на фейсбуке смотрите нас в понедельник утром. Мы обязательно вам сообщим и кто стал мэром, и какая партия набрала наибольшее количество голосов. До встречи утром. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok